В эфире программа День Города в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите... Здравствуй, Дедушка Мороз. Рязанские невесты поборются за внимание главного новогоднего персонажа. В Рыбновской школе-интернате сгорела телевизионная комната. Детям от детей несколько сотен пряников отправятся из Рязани в Луганск. И обо всем подробнее в Рязанской областной думе прошли публичные слушания, которые были посвящены проекту закона Рязанской области об областном бюджете на 2016 год. Напомним, впервые за долгие годы бюджет будет принят лишь на один год. Закон об областном бюджете на 2016 год бесспорно является наиболее важным для всего региона. По нему предстоит жить весь следующий год. Основные параметры бюджета утверждены в первом чтении и сейчас при подготовке документа к рассмотрению во втором его выносят на обсуждение общественности. В публичных слушаниях приняли участие сами депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных районов, общественных организаций и объединений. Проект бюджета вместе со всем необходимым пакетом документов представлен в Думу в соответствии со сроками, установленными законодательством и требованиями бюджетного процесса. 17 ноября решение бюджетного комитета проекта областного бюджета на 2016 год принят к официальному рассмотрению. Как и на федеральном уровне он однолетний, спланирован на один год. Как сообщил председатель облдума Аркадий Фомин, сейчас весь депутатский корпус активно работает над подготовкой бюджета ко второму чтению. Стоит отметить, что впервые за последние годы депутатами был утвержден бездефицитный бюджет. Это позволит снизить госдолг и стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. Первый зампред правительства Сергей Самохин отметил, что принятие бездефицитного бюджета – одно из условий исполнения соглашений с Министерством финансов России, которое область приняла на себя при получении бюджетных кредитов. Согласно этим условиям, государственный долг в 2016 году составит 27,3 миллиарда рублей или 83% к собственным доходам. А долг по рыночным заимствованиям не превысит 50% от собственных доходов. После выступления докладчиков, на котором представители Министерства финансов и Минэкономразвития подробно описали сценарий распределения бюджетных средств и общую картину развития региона в следующем году, участники слушаний задали интересующие и волнующие их вопросы. Светлана Владимировна, я хотел бы вам задать вопрос. Я его не задал тогда, когда мы проводили на трехсторонней комиссии, но все-таки роль и место наших инвесторов, доля наших поступлений над инвестицией и особенно в той части, в тех компаниях, которые мы оказали в нашу финансовую поддержку. Боя инвестиций в экономику региона, что в промышленности, что в социальную сферу, она в главной своей цели для нас, для государственных органов власти имеет. Это вовлечение населения в трудовой процесс. Когда человек, устроившись на новое предприятие, либо на предприятие, которое расширило сферу своей деятельности, оно начинает получать доходы. Значит, растут реальные денежные доходы населения. Следом растет потребительский спрос на товары, работы, услуги. И, соответственно, на этот вызов, когда растет потребительский спрос, наши предприятия региона, которые выпускают товары, работы, услуги, они начинают производить их больше. Именно после этого эффекта, когда растет производство товаров, работы, услуг, мы начинаем больше получать доходы в наш бюджет. Вот здесь вот говорилось об исполнении майских указов в следующем году. Но я хотела бы задать вопрос Сергею Алексеевичу, что может быть вот как-то поподробнее эту тему развить. Потому что мы все знаем, что в 2016 году будет изменяться методика подсчета средней заработной платы. И вот, скорее всего, что средняя заработная плата будет ниже в 2016 году, чем в 2015 году. И вот здесь вот как пропорции по дорожным картам будут соблюдаться? Если раньше расчет был от среднемесячной заработной платы по экономике, то сейчас будет это рассчитываться от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. То есть это более справедливая схема, когда бюджетники наши, для кого и направлено это все, они будут более в других условиях. В 2016 году будет продолжена практика стимулирования и поощрения органов местного самоуправления. В целях стимулирования муниципальных образований к принятию мер по увеличению собственных доходов местных бюджетов в областном бюджете предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов. Объем средств увеличен до 20 миллионов рублей. Муниципальное образование наше сегодня – это, как правило, территории, удаленные от регионального центра. Но что мне бы хотелось отметить в современном бюджете, который мы широко с вами обсуждаем? Там учтены все вопросы, которые нужно сделать сегодня и завтра. И мы еще говорим о какой-то перспективе. Порядка 200 миллионов, которые выделяются в областном бюджете для этих целей, они очень властно рассматривают задачи муниципальных образований. Там отражено, что необходимо в рамках уже решенных вопросов поддерживать уровень социального проживания в этих районах. Вот это очень важно, что мы не идем вниз, не падаем, поддерживаем то, что есть. В ходе слушаний было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%, наиболее важные из которых определены указом президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерны замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней. Другая особенность проекта бюджета – формирование его в программном формате. На мероприятия 18 государственных программ и 11 ведомственных программ приходится 94,5% расходов бюджета. В Рыбновской средней школе-интернате для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, вчера вечером произошел пожар. Во время тушения было эвакуировано 80 человек. В тушении пожара участвовали 11 сотрудников государственной противопожарной службы, привлекалось 5 пожарных автомобилей. Сообщение о пожаре поступило от срабатываемой сигнализации в 18 часов 55 минут. В соответствии с расписанием выезда в пожар был присвоен повышенный номер сложности. В 19 часов 20 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате была повреждена телевизионная комната, пострадавших нет. Сотрудниками учреждения была своевременно организована эвакуация. Эвакуировано было 80 человек, из них 69 детей. Несоблюдение скоростного режима и неопытность водителя вновь стали причиной аварии. На месте происшествия побывал Иван Крестьянинов. Сегодня после обеда на улице 9 линия произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. По предварительной информации, виновником аварии стал молодой водитель 12-й, учащийся колледжа. Со слов свидетелей, студент куда-то спешил на большой скорости и вылетел на встречную полосу. В этот момент там ехал другой участник аварии. От удара машину лихача отбросило на ворота. К счастью, оба водителя отделались незначительными травмами. Позже они проходили медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Жильцы близлежащих домов отмечают, что на данном участке последнее время участились аварии. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Новогодние елки украшаются, вот-вот город засияет праздничными огнями. И, конечно, повсюду проходят всевозможные предпраздничные мероприятия. Так, вечером 11 декабря в одном из торговых центров пройдет новогодний квест с интригующим названием «Замуж за Новый год». От девушек требуется свадебное платье. Ну а главный приз, Дед Мороз, достанется не только самой очаровательной, но и самой внимательной невесте. Ирина Ковалева узнавала о подробностях предстоящего веселья. Скоро Новый год, а вот праздничное настроение у многих пока отсутствует, но все в наших руках. По крайней мере, так считают организаторы акции «Замуж за Новый год», который стартует 11 декабря. Мероприятие будет посвящено открытию мобильного приложения «Свадебный эксперт» в Рязани. И ровно в 7 вечера посетители торгово-развлекательного центра «Премьер» станут свидетелями невероятных приключений невест. Правда, на сей раз не сбежавших, а стремящихся найти Деда Мороза. Называется «Замуж за Новый год» и «В поисках Деда Мороза». То есть, действительно, у девушек будет задание найти Деда Мороза. Кто такой Дед Мороз? Может быть, это прохожий мужчина, вот в той семейной паре, или это молодой человек. Кто из команд, из трех, первый догадается и найдет этого Деда Мороза, это секрет, это та самая интрига. Та команда будет считаться победительницей и получит главный подарок. Уже около 30 невест готовы к новогоднему забегу и с нетерпением ждут этого праздника. Я вообще очень люблю всякие интересные такие, ну, как сказать, интриги, мероприятия веселые, интересные. Просто хочется поучаствовать в чем-то таком грандиозном. Это очень интересно, мне кажется, очень весело. Новогодний фото-квест, яркий концерт, подарки невестам и от невест посетителям торгового центра, танцевальный флешмоб. Этим грандиозным шоу можно будет насладиться уже в пятницу. Ну, а пока идут последние приготовления. Уточнение деталей, обсуждение программы праздника, доработка костюмов. Элементы новогоднего декора в нем приветствуются. Я думаю, это будет зажигательно, феерично, здорово, необычно, новогодник. Ну, а нам остается только ждать яркого новогоднего забега самых красивых невест Рязани. И все же Новый год прежде всего детский праздник. И никакие дети не должны оставаться обделенными новогодними чудесами. Рязанский театр «Кукол» совместно с учениками 40-й школы постарались приблизить праздничное настроение луганским детям и порадовать их приятными и вкусными подарками. Знакомство театра «Кукол» с учащимися 40-й школы состоялось еще в конце прошлого года. Тогда ребята стали победителями масштабного конкурса «Новогодняя гирлянда». А в декабре этого года они приняли самое активное участие в творческой акции «Снеговик дружбы». Уже не первый год сотрудники театра «Кукол» готовят новогодние подарки для детей Луганска. В этот раз они вместе с руководством школы решили привлечь к этому и учащихся. Планировалось, что ребята должны сделать своими руками снеговиков. Правда, не обговаривалось, из чего именно они должны быть сделаны. Так в итоге и получилось, что ребята приготовили более 450 новогодних пряников. Разговор шел только о снеговиках, которые бы они сделали игрушки замечательные, как им делали флажки. Я думал, что на этом дело успокоится. Но видите, как важно подтолкнуть фантазию, а они придумали вот эту интересную историю с пряниками. И теперь их снеговики не только красивые и будут украшением, но они еще принесут сладость. Ребята не просто своими руками приготовили эти пряники, но и придумали настоящую новогоднюю историю, которую рассказали нам на презентации, прошедшей на малой сцене театра «Кукол». Но свое сердце для благотворительности открывают только самые избранные люди. Ведь иногда среди ежедневных забот нужно остановиться и вспомнить о тех людях, у кого случилась беда, и о тех, кому требуется помощь. Кстати, вот этого повара-снеговика тоже сделали ученики 40-й школы. Вместе с ним они готовили пряники и вместе с ним рассказали главный секрет своего рецепта. Хорошее настроение, добрые мысли, желание доставить радость и подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается. Я хочу пожелать детям Луганской Народной Республики, детям Украины, я хочу пожелать, чтобы все-таки они не так расстраивались. Потому что все-таки, знаете, это же детство. Я считаю, что все в скором времени будет хорошо. Я считаю. Я хочу им пожелать всего самого наилучшего. Я хочу им пожелать, чтобы они отпраздновали этот праздник, Новый год, всего самого наилучшего. Скоро несколько сотен новогодних пряников вместе с искренними пожеланиями, частичками тепла и доброты, которые в них вложили дети, отправятся в Луганск. Где в канун Нового года вместе с подарками, подготовленными сотрудниками театра, их передадут маленьким зрителям Луганского театра Куку. Это важно. И важно не только для детей Луганского, важно и для наших детей. Понимаете, вот это вот сочувствие, сопереживание, оно очень-очень важно. Что могут еще дети лучше сделать? Чем мы можем удивить? Собрать деньги – это совсем не то. Когда они делали и знали, куда это пойдет. Это очень-очень важно. Но веселый повар-снеговик останется в музее Рязанского театра Кукол. И кто знает, может быть, когда-нибудь станет героем очередного доброго спектакля. Ведь театральное искусство учит детей доброте, сочувствию и взаимопомощи. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok